хочу показать что я делаю чтобы дождаться все-таки цветение моих красивейших роз вот они здесь разного сорта что я делаю ой ребята у меня участок на природном земледелии и я не могу вот понимаете не могу использовать никакую химию чтобы кого-то уничтожать травить муравьё например которые разводят тлю и я делаю вот что но это конечно если вы живете у меня в этом отношении все хорошо я живу в доме и у меня все это дело под рукой утром я встаю и делаю обход такой и вот посмотрите что что происходит вот например вот смотрите вот какая какая красивая молодая веточка и вот для я ее просто так убираю легонечко пусть она куда-то падает то есть естественный такой процесс понятно что они след завтра будут наверное тоже здесь но я не ленюсь делаю это утром и вечером и по крайней мере мои розочки не страдают очень много бутонов вот здесь вот бутончик такой маленький образовался вчера его еще не было если этого не сделать тот падет и цветочка не будет вот а у меня получается смотрите вот если видно сколько много бутонов которые я сохранила и все это будет обильно обильно цветей меня радовать такие красивые да вот точно спасло потому что они также были посетили вот ползают муравьи разводить какой-то химию лить муравей никогда много всяких народных средств но я хочу сказать ничего оно сильно не помогает а муравьи ведь что делают они рыхлят почву поэтому все делают свое дело видела божьи коровки тут ползают которые питаются тлей можно уничтожить муравейники уйдет для уйдут божьи коровки а там птички которые ими тоже питаются но вот я не хочу нарушать естественный процесс поэтому регулирую таким образом если интересно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал потому что это мое хобби на канале много много интересного и полезного поэтому приглашаю вас я 15 лет занимаюсь здоровьем и именно поэтому кстати вот перевела свой огородик на природное земледелие потому что когда ты делаешь себе полезное стоит полезное себе что-то делаешь то хочется чтобы польза была вообще и для окружающей среды до новых встреч ставьте лайк и нажимайте колокольчик пока